Друзья, добрый день! Меня зовут Родук Денис, я староста Сибирской Артели. И Сибирская Артель – это сообщество единомышленников, объединенных игрой Бизнес-Драйв. Что такое игра Бизнес-Драйв, я сейчас попытаюсь рассказывать. Итак, идея игры следующая. Это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека. И чтобы мы точно понимали, какой смысл мы вкладываем в карты из этих слов, ради карты этих слов чуть подробнее разберем. Превратить работу. Под работой занимается процесс получения дохода. То есть работа – это там, где мы, собственно говоря, получаем денежку или зарабатываем денежку. В игровое пространство. Под игрой понимается процесс, ценностью которого является радость, обучение, развитие и удовольствие. То есть игра – это процесс, который ценен сам по себе. Игра – это процесс, у которого результат или цель имеет иногда меньшее значение по сравнению с процессом. И когда мы говорим о том, что мы хотим превратить работу в игровое пространство, это означает, что мы хотим сделать такой процесс, который будет приносить удовлетворение и радость сам по себе в процесс получения этого дохода. Ну и, наконец, для самореализации. Для самореализации понимается под этим непрерывная реализация своих потенциальных возможностей, талантов, совершение миссий, призваний и предназначения, более полное познание и, соответственно, принятие своей собственной изначальной природы, постоянное движение к самому ценному и важному в своей жизни. И под самореализацией мы понимаем, соответственно, процесс, направленный на движение по пути предназначения человека. И мы думаем, что каждый человек на этой планете Земля имеет свое предназначение. Предназначение, которое у него появляется в момент, когда он рождается. Можно сказать, что предназначение – это высшая цель или высший смысл рождения конкретно этого данного человека. Мы думаем, что движение по пути предназначения – это совокупность как раз талантов, потенциальных талантов. То есть тех потенциальных возможностей, которые есть у каждого из нас. Мы все очень разные, но каждый из нас абсолютно профессионал в какой-то удивительной своей области. Вот найти эту область, понять эту область, двигаться в этой области – это и есть двигаться по пути своего предназначения. То есть открыть свою истинную, глубинную природу, природу своих талантов, природу своего творческого, внутреннего потенциала. И когда мы говорим, что превратить работу в игровое пространство для самолизации человека, мы подразумеваем, соответственно, это процесс, который приносит радость, удовлетворение. Мы получаем от него доход, и при этом он происходит в зоне, в пространстве реализации наших талантов, возможности нашей самореализации по пути, или можно сказать, что мы идем по пути нашего предназначения. И, наконец, под человека мы понимаем и совладельца, и руководителя, и сотрудника, и партнера, и клиента. Как можно это еще представить? Это можно представить в трех векторах. То есть если у нас первый вектор – это работа, деньги, доход, это, собственно говоря, те цели, которые обычно преследует бизнес. Цель бизнеса – это прибыль, заработать денег. Соответственно, люди встречаются для того, чтобы заработать денег, объединяются в бизнес и делают это. Одни зарабатывают на работе других, другие зарабатывают на том, что не работают, на тех, кто пытается на них заработать, и так далее. Обычно происходит в пространстве вот это вектор – это наша обычная жизнь. Мы добавляем как бы в стандартный бизнес превратить работу или превратить стандартный бизнес в игровое пространство. Мы прибавляем игру, радость, энергию. Мы хотим, чтобы те процессы или те действия, которые мы делали и совершали на работе, приносили нам радость и давали энергию, а не забирали ее. И, наконец, самореализация – смысл, опыт. По самореализации я сказал, в том же ключе мы говорим про опыт. Мы получаем, работая, делая что-либо, познавая, как это устроено. Мы познаем и понимаем, как устроен этот мир. Мы познаем и понимаем, как устроен мир, как устроены мы сами. И если обычно люди взаимодействуют в рамках одного вектора, то мы, когда мы говорим про игру «Бизнес драйв», мы подразумеваем, что мы выстраиваем взаимодействие в рамках одновременно трех векторов. Это и деньги, и игра, радость, и самореализация смыслов, опыт. Речь идет о суммарном векторе. Игровой взгляд. Он важен, чтобы понять, как мы смотрим, как с точки зрения игры мы смотрим на все то, что происходит. Игровой взгляд. Если у нас есть человек, капитан, мы называем человека, который идет по пути своей самореализации, в игре мы называем капитан. Если есть капитан, и если он ответил себе на вопрос, в чем его самореализация, где его область, что он хочет, глубинно ответил на вопрос, что я хочу от жизни, что я хочу для себя, то тогда все происходящее в жизни, все события, которые происходят в жизни капитана, он воспринимает как возможность. Возможность для своей самореализации. Логично? Если он знает ответ на вопрос, что он хочет, и к чему он двигается, то тогда все происходящее в жизни, любые события, он воспринимает как возможность для своей самореализации. Соответственно, помимо тех возможностей, которые есть прямо перед носом, существуют другие возможности. И другие возможности – это альтернатива. Так и вопрос, возможно ли померить те возможности, которые у нас перед носом? Ответ. Возможно померить эти возможности. Вопрос как? Так, меры возможностей, которые у нас перед носом для того, чтобы использовать их или не использовать, являются альтернативными возможностями. Таким образом, альтернатива является мерой или усилением тех возможностей, которые у нас есть и появляются в нашей жизни. Перед носом как события, в которых мы участвуем. Таким образом, если мы видим возможность, измерили ее альтернативой и видим, что эта возможность хороша с точки зрения альтернатив, которые существуют еще здесь и сейчас, в данный момент, мы выбираем эту возможность и делаем выбор, действие или берем на себя ответственность, используя эту возможность. Ногично? Да. Если в оценке возможности альтернатива становится большей возможностью для нас, мы разворачиваемся и рассматриваем теперь эту возможность как основную. И то, что было раньше первичной возможности, становится нашей альтернативой. Но это игровой взгляд. Мы всегда видим и смотрим на все те возможности, события, которые есть в нашей жизни, и мы смотрим их как на возможности, и выбираем их с точки зрения альтернатив. Выбираем, то есть мы их измеряем альтернативами, возможно усиливаем их. И делаем выбор, действие, берем на себя ответственность. Этот момент важен, потому что мы сейчас переходим, собственно говоря, к игровому действию. Теперь игровое действие. Если мы говорим про игру в бизнес-драйв, то в чем состоит игровое действие? Вот само игровое действие. Если идея игры это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека, то какое игровое действие? Оно простое, давайте его разберем. Теперь с учетом того, что мы знаем игровой взгляд, рассмотрим двух людей. Это капитан, то есть человек и внутренний партнер. Допустим, капитан определил вопрос своей самореализации и знает, что он хочет. Он определил эту область, в которой он силен изначально, внутренний, его потенциал высок. Допустим, есть внутренний партнер, который тоже знает свою самореализацию, он тоже знает свой путь, по которому хочет идти. Тогда возникает следующая ситуация. Так как это капитан, партнер, и говорит свой бизнес или делает свой стартап. Если он делает свой бизнес-стартап, то назовем круг ответственности, ту ответственность, которую он на себя взял. Назовем этот круг, мы понимаем, как это тот круг ответственности, который на себя возложил капитан по реализации своего стартапа. Теперь, какую-то часть, сектор из этой ответственности, он делегирует или предоставляет как возможность своему внутреннему партнеру. Он говорит, смотри, говорит капитан, я делаю вот такой интересный стартап, вот такие мои цели, вот такой мой опыт, вот такие у меня есть ресурсы, вот такие у меня планы, вот такие у меня цели, а вот это я сделал, а вот такие мои целевые клиенты, а вот так я планирую продавать. А тебе я предлагаю быть тем-то, или взять какую-то часть из этой, я взял на себя ответственность, собственно говоря, чтобы превратить и сделать это пространство. И я предоставляю тебе возможность, делегируя какую-то часть ответственности из этого общего пространства. Что делает партнер, если он знает, чего он хочет в жизни, если его самореализация определена, ему предоставляется возможность. Что он делает? Выбирает. Оценивает ее, правильно. Он выбирает, он ее оценивает с точки зрения чего? Самореализации. С точки зрения альтернатив, какие у него есть в данный момент в его жизни. И если он оценивает с точки зрения альтернативы данную возможность, то он берет эту возможность в свой круг ответственности. То есть он возлагает на себя ответственность, если видит, что данная возможность помогает двигаться ему к его самореализации. И через оценку альтернатив существующих в его жизни, эта возможность наилучшая. Если это происходит, то он делает что? Он делает выбор. И он говорит, да, я хочу быть с тобой. Я хочу работать с тобой. И тогда этим выбором, что он предоставляет капитану? Он предоставляет возможность. Он предоставляет возможность капитану двигаться по пути своей самореализации. Почему? Потому что он закрывает эту часть общей целостности. Он взял на себе ответственность за вот эту часть, а эта часть является частью общего круга ответственности. Общего пространства. И этим он предоставляет возможность двигаться капитану по пути его самореализации. Что делает капитан, когда он видит возможность? Оценивает альтернативу. Он оценивает с точки зрения альтернативы. А какие еще есть альтернативы, в принципе, у него о предоставлении ответственности за это пространство. И если он видит, и он оценил с точки зрения альтернатив, а альтернатив нет, тогда он делает выбор. Быть и работать с этим внутренним партнером. И тогда происходит что? Происходит взаимодействие. То есть, вот это и есть игровое действие. Взаимное предоставление друг другу возможностей для самореализации, где мерой или усилением этих возможностей является альтернатива. Это и есть игровое действие. Вся игра это о том, чтобы предоставить, взаимно предоставить друг другу возможности для самореализации. Где мерой или усилением этих возможностей является альтернатива. логично соответственно здесь если мы понимаем вот эту карту если мы понимаем вот это игровое если мы понимаем вот это игровое действие то когда у нас происходит разрушение чего-то когда у нас взаимодействие падает значит надо прояснить прояснить начали чего я хочу спрашивать себя капитан чего я хочу спрашивать себе партнер где та ответственность которую я хочу на себя взять который мне поможет двигаться по пути моей самореализации где тот кусок кусок которых я предоставляю как возможность оценка этой возможности например альтернатива что у меня в жизни вообще еще происходит это интересный кусок это интересная возможность для моей самореализации и если дату выбор и своими действиями он предоставляет возможность содержать целостность капитан и это возможно и он оценит еще с точки зрения если других альтернатив нет тогда это выбор в итоге взаимодействия таким образом игра бизнес-драйв идея игры это превратить работу в игровое пространство для самореализации человека игровое действие это предоставлять друг другу возможность где меры или усилением этой возможности является интернете предоставлять друг другу возможность для самореализации ну и как следствие очень простые семь пространство образующих принципов первый мы договариваемся второй есть опыт вместо правильного знания нет священных коров мы не знаем правильно потому что все что есть это опыт который мы получаем проживая те или иные проекты ошибаться можно потому что мы не знаем как правильно ошибаясь мы получаем опыт понимания того как этот мир устроен и на этот опыт можно опираться есть жемчужины вместо проблем на все то что происходит на все то что происходит все что мы называем проблемами на самом деле это жемчужины потому что в них скрыт потенциал нашего роста потенциал нашего преодоления потенциал нашего разбультывания нашего тупника круг самореализации равен кругу ответственности без комментариев мышление направлено на результат мышление направлено не на поиск причин почему плохо почему нет почему что случилось почему почему не работает а мышление направлено на результат что я хочу куда я иду что я могу сделать чтобы получить то чего я хочу и седьмой как подытоживающий здравый смысл здравый смысл всему сказано на этом все итак сибирская артель это сообщество единомышленников объединенных игрой бизнес-драйв идея игры превратить работу в игровое пространство для самореализации человека игровое действие это предоставляет друг другу возможность для для этой самореализации где меры лет где меры или усилением этих возможностей для этого добро пожаловать сибирской артель